Компьютер OGO Gamer Z примечателен мощной начинкой, обеспечивающей стабильную производительность в современных играх, стильной подсветкой и эффективной системой охлаждения. Основой системы является плата Gigabyte Z390 Aorus Elite на топовом чипсете для платформы Coffee Lake Refresh. На плате есть два разъема M2, радиатор Thermal Guard, сетевой адаптер с поддержкой CFOS Speed и порты USB Type-C. Предусмотрена поддержка технологии RGB Fusion 2.0. Компьютер оснащен шестиядерным процессором Intel Core i5-9600K с базовой частотой 3,7 ГГц. В компьютере установлена видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2070 с повышенными примерно на 6% частотами относительно референсного ускорителя. Компьютер оснащен двумя модулями памяти по 8 ГБ, которые работают в двухканальном режиме. В два оставшихся слота для оперативной памяти установлены декоративные модули RGB Infused, оснащенные светодиодами и фирменными алюминиевыми радиаторами. Подсистема хранения данных представляет собой SSD-накопитель Gigabyte, объемом 512 ГБ. Если использовать компьютер не только для игр, но и для хранения данных, то, скорее всего, придется установить дополнительный накопитель. Все свободные провода в корпусе стянуты и аккуратно уложены, а корзина для дисков свободна, что упрощает установку дополнительных финчестеров. В компьютере установлен 750-ваттный блок питания, поскольку максимальное энергопотребление системы под стрессовой нагрузкой равняется примерно 360 Вт, есть солидный запас по максимальной мощности, и блок питания может работать тише и дольше выдавать более качественное напряжение. Звуковая подсистема стандартная. По результатам тестирования AudioTrack получил оценку «Хорошо». Компьютер собран в корпусе Cooler Master MB500. Это вместительное решение, предлагающее удобную сборку, аккуратный вид всех установленных комплектующих и хорошее охлаждение. В корпусе есть прозрачная стеклянная стенка и три предустановленных вентилятора с подсветкой. К трем штатным вентиляторам Cooler Master, два из которых находятся на передней панели, а один на задней, добавлены еще два. На верхней стенке у процессорного кулера — это 120-мм вентиляторы без подсветки. Управление подсветкой осуществляется утилитой Gigabyte RGB Fusion. Благо, комплектующие здесь произведены именно этой фирмой. Для светящихся элементов на плате, видеокарте, модулях памяти можно выбрать желаемый эффект. Поменять цвет, скорость и яркость. Корпусные вентиляторы управляются только аппаратным контроллером. На четырех стенках корпуса есть вентиляционные отверстия, прикрытые крупной металлической сеткой. Сверху и снизу установлены дополнительные пластиковые сетки, которые можно быстро снять и почистить. От пыли корпус защищен неплохо. Сверху на передней панели корпуса находятся два разъема USB 3.0, разъемы миниджек для микрофона и наушников, а также кнопки включения и перезагрузки. Работа системы охлаждения в компьютере настроена следующим образом. Три штатных корпусных вентилятора всегда вращаются с одинаковой максимальной скоростью. Два дополнительных корпусных кулера подключены к разъемам на материнской плате. Режим работы этих вентиляторов и процессорного кулера мы оставили в автоматическом режиме, как оно было в полученном нами на тест-компьютере. Три вентилятора-кулера видеокарты вращаются в соответствии с логикой этого устройства. Субъективно шум системного блока под стрессовой нагрузкой не ощущается как очень высокий, но, безусловно, отчетливо слышен. Что касается производительности, то ОГО Gamer Z является мощным игровым компьютером. Уверенно говорить о покорении разрешения 4К при максимальном качестве графики не приходится. Хотя есть игры, где производительность в таких условиях будет достаточной. Если ориентироваться на полный комфорт и учитывать самые требовательные проекты, то речь надо вести о разрешении 2560 на 1440 с максимальным качеством графики или о 4К при среднем качестве. ОГО Gamer Z обойдется покупателям в 115 тысяч рублей. За эту сумму они получают готовый высокопроизводительный компьютер при хорошем охлаждении в красиво подсвеченном корпусе со стеклянной стенкой. Единственным спорным моментом является штатный накопитель, объемом 512 гигабайт, но установить дополнительные накопители не составит труда. Продолжение следует...